Пол шестого вечера чётко обозначенный пешеходный переход. Дорогу переходили две женщины. В этот момент к зебре подъехали два автомобиля. «Одна машина остановилась, чтобы на пешеходном переходе дать перейти им дорогу. Уступала дорогу пешеходам. А вторая машина начала её обгонять и фактически на пешеходном переходе сбила женщину. Женщина подлетела вверх и упала на охваль». Виновник ДТП с места скрылся, но свидетели успели записать номера. Пострадавшие сразу подбежали на помощь несколько человек. Вызвали скорую. «Она вначале попыталась встать, а потом у неё, по-моему, кровь с ушей, с носа пошла и тяжёлое у неё было состояние». Машину, которую описали свидетели, нашли через пару часов, в нескольких километрах от места ДТП. «Последующим был установлен водитель, который керувал этим транспортным засобом, который находился визуально в состоянии алкогольного спинения. Водитель поводил себя неадекватно. Нам был вызван наряд желтневого РВ, который затримал данного водителя». Автомобиль сейчас находится на штрафплощадке. На машине характерные для наезда на пешехода повреждения. «На автомобиле была отсутствия фара левая передняя, отсутствия боковая зеркала левая. Также осыпь стекла и зеркала были найдены на месте пригоды». Авария произошла во вторник вечером. Пострадавшая жива, но пока ещё в реанимации. У неё перелом ноги, серьёзные травмы внутренних органов, ушибы, черепно-мозговая травма. А водителю, который бросил на дороге истекающую кровью женщину, грозит ответственность сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Назначен ряд экспертиз. Галина Шподарева, Алексей Романовский, Агентство телевидения новости.